В 1986 году Алена Делона наконец-то наградили Орденом Командора Искусств и Литературы. Церемония происходила не в Елисейском дворце президента, но поблизости от него, в помещении Театра Елисейских Полей. Орден ему надел на шею тогдашний министр культуры Жак Ланг, на которого Делон не раз довольно язвительно нападал прежде. На сей раз оба решили забыть о своих разногласиях. Конечно, были произнесены соответствующие речи. Жак Ланг назвал Делона сеньором мирового кино и многозначительно добавил. «Вы, как и я, ставите искусство и красоту выше политических идеалов». От какого-либо политического выпада министр воздержался. Делон оставил эту фразу без внимания. «Вы сами приняли решение об этом награждении», – произнес он с волнением в голосе. «Я бы никогда не согласился принять эту награду от кого-либо другого, и лишь сожалею, что эта церемония происходит у скоморохов, а не в министерстве». Он все-таки не удержался и допустил эту шпильку, объявив и себя, и коллег скоморохами. В своей речи Олен Делон вспомнил, Роми Шнайдер призвал проявить справедливость к Мерей Дарк, вполне по его словам заслуживший эту награду. И в заключении, растроганно обнимая Жака Ланга, вспомнил слова Жака Бреля «Мы стоим на разных кораблях, но ищем один и тот же порт». Но, конечно, Олен Делон мечтал об ордене почетного легиона, которым его друг Бебель был награжден давно. И через пять лет, в 1991 году, он, наконец, увидит в официальной газете свое имя среди награжденных. Ему сообщили, что в список его внес лично президент Франсуа Миттеран, тот самый, о котором он позволил себе пошутить, сказав «Ошибся, как Миттеран». И еще «Я не в обиде на Миттерана, я гневаюсь на тех, кто нам его навязал». Что же удивительного, что его долго не замечали в Елисейском дворце. Но прошли годы, и президент показал всем, что он выше мелкой обиды. На сей раз вручение происходило в Елисейском дворце, и награжденный не позволил себе никаких демонстраций. Субтитры создавал DimaTorzok